Всем привет, друзья! Это канал Икс Вазит Кисть и, как всегда, я Али. Те, кто хочет приезжать в Турцию, обычно беспокоят проблемы. Сейчас, секундочку. Какой оператор выбрать? Поточнее, в России мы знаем, короче, куча лёд 2, МТС и Мегафон, Йота. Ну, мы знаем, у них какие плюсы и минусы. Когда мы приезжаем в Турцию на работу или для отдыха, ну, короче, мы не знаем, какой оператор. Тут есть, основном, три оператора. Есть Турктелеком, Туркцел и Водофон. Немножко расскажу. Я советую Турктелеком. Он лучше, чем другие операторы. Основные, как я уже сказал, есть Турктелеком, Водофон, Туркцел. Насчет авиа я не знаю. Но Турктелеком лучше, чем другие. Поточнее, у него минусов мало, чем у других операторов. Туркцел и Водофон. И пакеты тоже хорошие, чем у других компаний. Мы сегодня поговорим насчет настройки Wi-Fi Турктелекома. Для этого нам нужно из своего браузера набрать 192.168.1.1. После этого у нас открывается такая страница. Короче, это ситуация, когда вы к вам подключили Wi-Fi дома. Мы сейчас подключаемся к Wi-Fi модему. Я сейчас покажу Mac фильтр. Изменение вашего Wi-Fi названия. И изменение пароля. Вначале Стандартный Здесь нажимаем Обычно Короче, логин Для выхода Админ Пасворд Турктелеком Просто я Изменил пароль Поэтому я набираю свой пароль И Вначале Показываю Каким это будет Вначале Для выхода В личный кабинет Вам Вместо логина Пишите Админ Вместо пароля Стандартный Турктелеком Иногда Это с большим буквами Иногда С маленьким буквами Да вот Турктелеком Это Короче, после этого Попадать В такую страницу Сейчас Сделаем Два вида Один На английском А второй На русском И Мы часто Когда что-то Настроим Или на какой-то Сайт зайдем У нас есть такая Ну, короче Мы переводим На русский Да вот Перевести на русский Но Я вам советую Перевести Из английского языка На русский А не из турецкого Да вот Здесь есть только два языка Турецкий и английский Я советую Из английского перевести Так как Из турецкого Многие слова Переводятся неправильно Ну, короче Все будет Сложновато Да вот Ну, короче Давайте Это сделаем на русском языке на английском языке чтобы было понятнее сейчас я покажу mac фильтр для этого вам нужно из network сети найти категорию wireless ну я не знаю как правильно это читается короче если перевели на русский из настройки сети зайдем на беспроводной беспроводной сети и на английском сайте на русском тоже одинаково вот как видите я изменил имя моего вайфа как видите здесь стоит ну короче здесь если хотите изменить имя можете смело изменить имя вот просто потом спускайтесь на вниз и нажимайте apple применить да вот на русском языке тут все видно пароль так далее так далее это пароль для подключения к интернету вот английская русская версия короче тут вот применить то вот если вы хотите изменить имя просто вот здесь убирайте на это название сети вот просто вам нужно убрать и нажим короче напишите новое имя для вайфая и потом в конце сделайте применить и так вы измените имя сети да вот ну короче я вошел по аутентификации маг фильтрация да вот фильтр давайте на английском языке тоже сойдем вот здесь есть три категории как видите да вот без саблодь аллодиней на русском инвалид разрешит отрицать это маг фильтр вообще то режим ограничения по маку вот как видите список мак адресов тут есть функция добавить новый мак адрес и на английском то же самое одни в мак адрес и мы подключим среди ну короче тут есть категория да вот чтобы было понятней я расскажу про них сейчас у меня такая функция есть вот здесь я бы это что означает это значит любой кто знает мой пароль спокойно может подключиться к нашему вайфаю а если я здесь на эту категорию нажимаю да вот аллоу и на русском версии я нажимаю на разрешить это означает что все устройства которые здесь есть может подключиться к интернету другими словами те другие люди которые знают of the Shaun сможет подключиться потому что я здесь эээ здесь есть список моих устройств устройство моих друзей да вот только они может определиться к вайфаю а другие неважно они знают пароль или нет они не смогут подключиться к интернету так как включил mac filter и есть третья категория отрицать и на английском языке дженни что это означает это если это сейчас сделаю применить да вот apple не может подключиться эти устройства именно эти устройства короче не могут подключиться другие любые устройства может подключиться зная пароль это можно сказать и черным списком для добавления черного списка вам нужно здесь нажимать на кнопку адрес и из списка выбираете устройство на который которого хотите добавить черный список здесь есть ручной вывод и автоматически если в списке нету вам нужно вот так ручной перебивать короче написать и в конце нажимать на кнопку ok и нажимать apple или применить да вот но есть здесь один небольшой нюанс можно сказать если вы так делаете все устройства будет блокироваться да вот чтобы такого не случилось вам нужно удалить здесь все устройства которые здесь есть и сюда только оставьте то устройство которого вы хотите блокировать после этого нажимать apple и это устройство зная пароль не могут подключиться а другие могут подключиться по точнее он попадает в черный список если я сейчас на это короче нажимаю применить эти устройства будет добавлено в черный список и не могут подключиться к интернету с этого вай фая а и второй список как мы уже на русском версии видели разрешить разрешает только этим устройством подключиться к вай фай и третий дает возможность подключиться к интернету любому устройству который знает пароль этой сети думаю это все понятно и заходим в камп на учетные за использователи другие конфигурации по точнее для этого нам нужно подойти технические обслуживания и учетные запись пользователя это нам нужно для изменения пароля и так далее как видите на английском версии маятинси или как там здесь тоже есть юзер аккаунт туда зайдем и как видите здесь есть юзерней это мы не сможем изменить но из другого места изменяется это и здесь мы можем изменить пароль как видеть оценку опару автор старый пароль из можем которой на вот прилинный пароль и новый пароль а новый пароль если повторяем нового пароль после этогоgram log interweb от�생аю на кнопку применить их часть пароль изменяется и струк телеком вы помните я начале с yog ping Нажимаем на кнопку применить и наш пароль изменяется из Турк Телекома. Как вы помните, я в начале сказал, что пароль, стандартный пароль Турк Телеком. Для того, чтобы это изменить, вот здесь нажимаем, если раньше не изменили, вот здесь пишите Турк Телеком, здесь новый пароль и здесь новый пароль. Думаю, все понятно. Вернемся на главную страницу. И еще кое-что. Каждый раз, когда вы, скажем, включаете фильтр или отключаете фильтр, да вот, переходит, ну короче, случается перезагрузка, поточнее, Wi-Fi может отключиться и снова включиться. Думаю, все понятно. Думаю, все знают, что такое MacFilter и другие. Я думаю, ответив на ваши вопросы, вы начали ответить на свои вопросы, я советую Турк Телеком. У него минусов мало, чем у других операторов. Вообще-то плюсов тоже много. Ну ладно. Если будет возможность, я в другом видео расскажу про их плюсов и минусов. Это видео, думаю, в этом видео, думаю, нашли ответ на свои все вопросы. До встречи, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok